сейчас мы будем проверять на взломостойкость очень толстую массивную с виду дверь ну собственно и все сейчас будем проверять ну чё поехали а подойди на секундочку покажи как это выглядит через разъем то есть вида до что ригеля входят в коробку потом мы покажем как установлена дверь что было понятно что установили мы правильно так прошу оператор роберт я прошу обратить внимание как установлена дверь изнутри прям вот изнутри отсюда посмотреть что мы поставили распорки под те места где были саморезы то есть мы и распёрли она стоит жестко то есть у нас сама коробка не гуляла во время демонтажа во время взлома мы приступаем к двери номер два у нее еще более глубокая толстая коробка еще более толстое полотно замки кстати с ригелями потолще возможно с ней даже придется чуть больше возиться ну чё поехали на а вот в этом деле взломостойкости немалую роль играет пенный шов сейчас он там полтора сантиметра сантиметр он как раз таки помогает взломщику тем что коробка гуляет на этом пенном шву и дает возможность ригели вытащить из коробки абсолютно верно чем больше зазор между коробкой и стеной тем проще и и туда-сюда двигать и соответственно гораздо проще вытащить ригеля из коробки ну вот собственно мы вскрыли вторую дверь дверь завода торекс модель стел это одна из самых простых моделей этого завода и и Мы вскрыли третью из трех дверей, которые мы сравнивали друг с другом. При этом выявилась масса нюансов, которые влияют на взломостойкость двери. Начиная от толщины металла, длины ригелей и даже монтажа. То есть какой монтажный шелк будет между стеной и между краем коробки.